6,5 миллионов рублей Татарстану из федерального бюджета на развитие спорта. Такую сумму направят в этом году на поддержку спортивных организаций Республики, которые готовят резерв для сборных страны. Персонажи нашего сюжета также остро нуждаются в материальной поддержке. И хотя далеко не каждый профессионал, такую самодачу, как у них, рад был бы увидеть у своих подопечных любой тренер. Любовь к спорту невозможно ограничить ни отсутствием ресурсов, ни физическими недостатками. Челненская сборная по баскетболу на колясках была создана в феврале 2013 года. Тогда городские власти закупили специальные инвалидные кресла, предоставили помещения. Чуть позже команде даже удалось посетить всероссийские соревнования. На спонсорскую помощь, которую нам предоставили жители города, и при помощи волонтеров, то есть эти деньги были собраны, мы поехали в Тюмень на первое наше соревнование. Показали мы себя, ну, новички, но с неплохой стороны. А больше ничего такого и не вспомнить. Это был пик спортивной карьеры. А как показать себя лучше, если в зале Чилыяр, в котором тренировались инвалиды, не было даже колец. Надеялись, что они появятся после реконструкции. Но нет. Хотя стоит отметить, что среда самого спорткомплекса стала более доступной. Тем не менее, в баскетбол играть легче не стало. На стену у нас идет квадрат вображаемый. И в этот квадрат, когда мы попадаем, это считается как гол. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дают. Родили и бросили. Так говорят о своих взаимоотношениях с властью баскетболисты-колясочники. Мы не относимся ни к мэрии, комитет спорта, ни к обществу инвалидов. Мы пытались писать письмо к депутатам лично, но ответов, к сожалению, нет. Писали письма в мэрию, тоже ответов нет. Получается, как говорится, как на мэрии сказал, мы дворовые ребята. Вот занимайтесь, а дальше как хотите. Все ребята хотят играть, азарт, тимул есть у всех. Это только надо предоставить все условия. Танцы на колясках в Набережных Челнах начали развиваться также совсем недавно. Но у нас уже есть свои чемпионы мира. Гульнас Акбашева и Виталий Морозов. В прошлом году «Автоград» даже принимал соревнования под эгидой Международного паралимпийского комитета. Наши соревнования вторые в России, несмотря на то, что мы всего лишь третий год культивируем спортивные танцы на колясках, но наш рост, наше развитие очень стремительное. Благодарительному фонду инвалидов-спортсменов «Эдель-Урал» для того, чтобы прочно встать на ноги, потребовалось больше времени. Существует он вот уже почти 20 лет. Его учредителю Ракиту Абдульманову, которой и сам инвалид, пришлось сталкиваться с многочисленными трудностями. Именно этот фонд впервые организовал «Сабантуй» для инвалидов, который стал уже традиционным. С помощью этой организации тысячи людей с ограниченными возможностями ежегодно принимают участие во множестве различных соревнований. Все мероприятия, которые мы проводим, это по сравнению мэрии города Набережной Челны. Если мы проводим по республике, это поддержки руководства республики. Если в пределах России и стран СНГ, руководством Российской Федерации поддерживается. Знает Ракита Абдульманов и про баскетбольную команду на колясках. Конечно, администрация города хотела здесь помочь им. Коляски купили всем, коляски купили все. Но я думаю, просто нету здесь человека, который взялся бы за это дело с душой. Но пока такого человека у этой дружины нет. Так же, как и баскетбольных колец. Несмотря на это, ребята продолжают тренироваться и по-прежнему готовы принять в свои ряды всех желающих инвалидов. Уверены, что самые главные трудности в своей жизни они уже преодолели. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, Дмитрий Кравченко. РЕН-ТВ Набережные Челны.